МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главное, садоводство и все, что связано с плодово-ягодными культурами, обсуждаем с вами. 2022 год уже к экватору приближается, для садоводов это очень важная отметка. Но прежде чем перейдем к частным примерам, Елена Ксена, предлагаю для наших телезрителей картину садоводческих хозяйств Ставрополя нарисовать. Самые главные цифры озвучить – это валовый сбор, площади, закладки и прочее. Вот будьте добры, такой небольшой экскурс для наших зрителей. Ну, что касается садоводства, то площадь садов в Ставропольском крае у нас на сегодня составляет около 11 тысяч гектаров. Ну, если быть точным, 10-9 тысяч гектаров. Это сельхозорганизации, крестьянско-фермерские хозяйства и личные подсобные хозяйства. Плодоносящих у нас садов 7,7 тысяч гектаров. Ну, преимущественно это у нас около 6300 гектаров, это семечковые культуры. Затем у нас идут косточковые, около 3000 гектаров, орехоплодные 600 гектаров и ягодники. Это, ну, около 100 гектаров у нас ягодников. В 2021 году у нас валовое производство в Ставропольском крае составило 50 тысяч тонн. Это в сельхозорганизациях и крестьянско-фермерских хозяйствах. Это, естественно, выше уровня 2020 года в два раза, так как в 2020 году, мы все знаем, отмечались заморозки у нас в апреле-майе и в связи с этими неблагоприятными явлениями мы недополучили объем урожая. Ну, что касается вообще структуры производства, то основная доля это у нас в сельхозорганизации и личные подсобные хозяйства. У фермеров как бы только на начальном этапе развития садоводства находится. По интенсивности у нас сады в крае – это традиционные, плотностью до 800 деревьев на одном гектаре. Потом интенсивные – от 800 до 2500 деревьев на гектаре. И суперинтенсивные сады – это плотность закладки этих садов составляет более 2500 деревьев на одном гектаре. Мы знаем и сюжеты, которые сегодня наши коллеги нам презентуют, о том, что за последние пять лет вообще садоводство в развитии личного подсобного хозяйства – одна из таких трендовых вещей. Государство поддерживает своими программами, о которых тоже чуть позже побеседуем. Все-таки хочется понять, Елена Алексеевна, тенденции по выбору культур у наших маленьких форм хозяйств, не малые и средние формы, складываются ли какие-то в зависимости от года? То есть, какой-то год яблоки, я помню, у нас прям были очень популярны, и достаточно много сюжетов коллеги привозили из территории края. Вот вообще такие тенденции намечаются в садоводстве? Ну, преимущественно семечковые культуры, яблоня. Ну, также у нас есть посадки и черешни, и груша, что, вишни немножко у нас есть, слива. Вот, ну, вот такие культуры. И ягодники – это наша любимая в семьях сезон начинается, или уже начался, земляника. Вот, и вот у нас в этом году заложили 4 гектара в Кочубеевском районе голубики и 2 гектара малины. Это же любимые ягоды. Голубика вообще, насколько я знаю, такая для нашего региона и нашего землепользования немножечко экзотическая. Да, экзотическая, да. При посадке земляники, ну, вообще требования, ой, извиняюсь, голубики – это кислые почвы, торфяники. Поэтому тут особая технология производства именно ягод голубики. Ну, я думаю, наши коллеги еще, если не добрались до голубичного производства, то, конечно, туда отправятся. Но, коль мы о яблоках говорим, и яблокам особое внимание, я предлагаю нам и нашим телезрителям на уборку урожая яблока и отправиться. Она осенняя, естественно, прошлогодняя, еще свежего урожая мы вам не подсняли. Но, однако, продолжит Никита Шишков, ему слово. Перед тем, как яблочко сорвать, сначала подумайте, где его хранить. Ну, а если объемы по 5000 тонн плодов в сезон, то камеры хранения – вопрос такой же важный, как и сами фруктовые деревья. После уборки яблоки взвешивают, индивидуально маркируют каждый контейнер и перевозят в холодные камеры. Охлаждается он, охлаждается он, яблоко, порядка трех-четырех дней. После этого обрабатывается, и уже мы его закрываем на хранение, то есть консервируем. Убирают плоды в изобильном с площади в 185 гектаров. И хотя многие из этих деревьев высадили только в прошлом году, они уже принесли хороший урожай. Фрукты – вещь деликатная, поэтому срывают их до сих пор вручную. На одного человека в сутки может приходиться до одной тонны яблок. Это сорт Фуджи. Он спеет поздно, только в октябре, зато сладкий, крупный. И храниться может очень долго. Вот это точно пролежит до Нового года. Сейчас в садах края убрали уже треть от всего урожая яблок. Работу с фермеры планируют до конца месяца. На консервацию постепенно уходит и экспериментальный сад в поселке Передовом. Здесь, помимо основного профиля зерновых культур, в этом году решили попробовать себя в новом направлении. Лаванда для ландшафтного дизайна и садов. Ягоды для гастрономического разнообразия. Малина, ежевика, потом земляника. По землянике мы используем сорта итальянской селекции. Мы пробурили скважину артезианскую, где-то глубиной 150 метров. И к этой скважине еще систему очистки дополнительную. То есть у нас полный комплекс по системе орошения здесь применяется. Фруктово-ягодные эксперименты поддерживают и на краевом уровне. Закладку новых садов спонсирует региональный ментельхоз. То есть фермерам компенсируют затраты на саженцы и покупку нового оборудования. Закладка и уходные работы за многолетними насаждениями. Также раскорчевка старовозрастных садов. Закладка и уход за ягодными культурами. Производство посадочного материала многолетних насаждений. На эти цели край только в уходящем году потратит почти 590 миллионов рублей. Результаты совместной работы сможем попробовать уже в следующем сезоне. Никита Шишков и Владимир Ходорев. Ставропольское телевидение. Да, спасибо нашим коллегам, которые по всему краю катаются. Собственно, как и ваш покорный слуга для того, чтобы запечатлеть жизнедеятельность аграриев нашего края. Благо в аграрном регионе живем. Ну, продолжим говорить о садоводстве и развитии садоводства в нашем крае. У нас первый замминистра сельского хозяйства Лена Тамбовцева в гостях. Лена Алексеевна, государство всячески поддерживает садоводов. Мы об этом говорим достаточно часто. Я думаю, что среди наших телезрителей сегодня есть определенная аудитория, которая еще не в курсе тех мер поддержки, которые садоводам предусмотрены. Вот как раз-таки, я думаю, для них этот блок «Беседы наши» и посвятим. Какие же программы направлены на развитие садоводства в Ставропольском крае? На уровне правительства Российской Федерации, на уровне губернатора нашего Владимира Владимировича Владимирова Садоводство выбрано приоритетным направлением. И, естественно, это говорит о финансировании данного направления. Вот у нас за последние три года господдержка с 300 миллионов рублей увеличилась до 500 миллионов рублей. Из них 4% – это средства, естественно, краевого бюджета. Поддержка садоводов в крае осуществляется в рамках государственной программы развития сельского хозяйства Российской Федерации и государственной программы развития сельского хозяйства Ставропольского края. Какие направления у нас поддерживаются? Это закладка и уходные работы за многолетними насаждениями. Это на условиях софинансирования с федеральным бюджетом. Это основной у нас лимит туда приходится 500 миллионов рублей. И наши краевые меры поддержки. Это раскорчевка старовозрастных садов, закладка и уход за молодыми садами до вступления в товарное плодоношение. Объем средств здесь ежегодно предусматривается на уровне 6 миллионов рублей. Также у нас поддерживается закладка и уходные работы за ягодными культурами. В текущем году мы увеличили объем финансирования. Если в прошлом году на это направление было выделено только 4 миллиона рублей, в этом году 6 миллионов рублей. И производство посадочного материала многолетних насаждений. Здесь средства предусмотрены для питомниководов. Это за счет краевого бюджета, еще раз повторю, 2 миллиона рублей у нас на данное направление предусмотрено. Ну и ко всем прочим, я думаю, любимая мною очень программа Агростартап. И постоянно пытаюсь в разговор о сельском хозяйстве приобщить. Тоже не запрещает вырастить у себя на территории сад. Если говорить о таких вот маленьких вещах, которые тоже помогут начинать свои пути, свои движения в сельском хозяйстве. Для малых форм хозяйствования, да. И вообще популяризация садоводства в нашем крае усилиями Министерства сельского хозяйства каким образом проводится? Ну, популяризация у нас есть подведомственное нам учреждение ГКУ Ставрополь-Виноград-Плодопром. Это учреждение оказывает консультацию сельхозтоваропроизводителям, занимающихся садоводством. Это от приобретения посадочного материала, это проектирование многолетних насаждений, также выбор сортов, подбор земельных участков под посадку. Ну и кроме того, министерство совместно с данной организацией проводит семинары по технологии производства вообще плодово-ягодной продукции. Ну, совместно с учеными, с фирмами. Ну, как бы, в связи с тем, что у нас пандемия была, мы немножко приостановили проведение совещания. Ну, вместе с тем, у нас в режиме ВКС проводились совещания, активно работает у нас и ассоциация садоводов, и питомниководов. Проводятся международные школы садоводства, вот ассоциация у нас этим вопросом занимается. В общем, все новинки, все, что мы узнаем новое, мы стараемся донести до садоводов наших. Ну, и плюс ко всему прочему, друзья, развитию садоводства в нашем крае способствуют и определенные экономические зоны. Например, Невиномыск, ну, кажется, промышленный такой город. Однако, недалеко от Невиномыска в прошлом году заложили еще и персиковые сады. Тут, я думаю, Леонид Нечапуренко, мой коллега, детальнее расскажет все для вас. В эту смену работникам сада повезло. Им на подмогу высадился целый трудовой десант. Губернатор, краевые министры, аграрии со стажем. Посадка идет быстро, а главное по всем правилам. Удобнее всего действовать вдвоем. Один придерживает саженец строго вертикально, другой присыпает яму и утрамбовывает грунт. Владимир Владимиров выбрал работу потяжелее и взялся за лопату. Последний штрих – привязать молодое деревце к опоре мягкой бечевкой. Если все сделано верно, персики будут сильными и здоровыми. Этот же принцип можно применить ко всей аграрной экономике. Она будет здорова, если все делать правильно, например, внедрять новые культуры. Сегодня мы видим, что это огромное перспективное направление. И считаем, что дальше это только, знаете, яблоки, может быть, не в цене, персик будет в цене, персик не в цене, яблоки в цене, урожаи могут быть разные. Поэтому сегодня, чем больше мы культур введем в сельхозобородство Авропольского края, тем проще будет выстраивать экономику нашим сегодня сельхозпроизводителям. Персик – растение капризное, любит солнце и боится сильных морозов. Но в Невиномыске его выращивать умеют. Собственные фрукты созревают на многих частных подворьях. А в современном суперинтенсивном саду налажено орошение и гарантирован постоянный уход за деревьями. Суперинтенсивный сад в Невиномыске занимает площадь 230 гектаров. Большая часть территории – это яблоня. 8 гектаров занимает черешня, еще 6 – груша. И вот теперь новый персиковый сектор. Молодые деревья только высадили, но они уже начинают цвести. И это, как говорится, только цветочки. А ягодки, то есть фрукты, при правильном уходе должны появиться уже на второй год. Все саженцы на этой огромной территории выращены в Ставропольском крае. В регионе каждый год производят целых 5 миллионов готовых к посадке деревьев. Многие идут на экспорт в соседние субъекты – Краснодарский край, Республики Северного Кавказа. Другие пускают корни на Ставрополье. Сады в крае занимают почти 6 тысяч гектаров. В этом году прибавится еще 900. Стоимость этого инвестпроекта в Невиномыске – около миллиарда рублей. Так как мы в Невиномыске находимся, мы находимся в особой экономической зоне ТСР. В региональном парке, соответственно, с льготными условиями по налогам и по предоставлению земли в аренду. Ну и, соответственно, у нас получается финансирование идет Минэкономразвитие. Агрономы обещают, что ставропольские персики будут сочные и сладкие. Кстати, у персиковых деревьев есть ближайший родственник – миндаль. Станут в регионе выращивать и его. Новый миндалевый сад заложат в ближайшее время в Нефтекумском округе. Леонид Нечапуренко, Иван Шаталов, Ставропольское телевидение. Да, спасибо, Леониду. Ждем первый урожай ставропольских персиков. Очень люблю этот консервированный фрукт. Фрукт ли или вообще персик что-то такое у нас? Фрукт, да. Фрукт все-таки, да. Тут можно запутаться во многообразии фруктов, которые на Ставрополе выращиваются. При этом, Елена Алексеевна, в этой студии и в студии других наших программ, общаясь с садоводами и вообще с сельхозтовропроизделителями, мы не можем обойти стороной тем проблем, с которыми сталкиваются при планировании, реализации, хранении даже овощей и фруктов. Но самые главные проблемы отрасли садоводства, которые вам известны, с которыми делятся с вами сельхозтовропроизделители непосредственно. Ну да, я когда сюда шла, я как бы обдумывала этот вопрос. Ну, у нас же мы выращиваем, у нас как бы нам в Российскую Федерацию тоже завосят, естественно, плодовую продукцию. И, естественно, ценовая политика на рынке плодовой продукции, у нас как бы завозная продукция, ну, регулирование вот этих цен, что в сезон у нас выходит на рынок и наша продукция, и в том числе и завозная. Естественно, цена реализации, ну, как если мы говорим со стороны сельхозтовропроизводителей, она несколько ниже становится, чем как бы вне сезон. Поэтому, ну, неоднократно эти вопросы закрыть, конечно, никто не закроет ввоз этой плодовой продукции, но вместе с тем, как бы нашим аграриям тоже надо стараться, чтобы наши яблоки, ну, вообще плодовая и ягодная продукция была конкурентно завозимой продукцией. Ну, вот, я думаю, одна из проблем – это ценовая конъюнктура именно на рынке плодовой и ягодной продукции. А что насчет хранения? Вот вообще мощности Ставропольского края как базы для хранения того, что сами выращиваем. Здесь у нас есть соотношение один к одному или все-таки в чем-то чего-то не хватает? Ну, что касается мощностей хранения, у нас все сельхозтоваропроизводители, которые занимаются плодоводством, они имеют свои плодохранилища. Ну, мощность у нас плодохранилищ на сегодняшний день порядка 45 тысяч тонн хранения. Ну, наши крупные хозяйства, они все обеспечены фруктохранилищами. Это им позволяет вне сезона реализовывать плодовую продукцию по более ценам таким, приемлемым ценам. И до апреля месяца, имея хранилище до апреля-мая, ты вполне можешь обеспечивать себе экономическую составляющую предприятия. Как раз в этом году, февраль и апрель, март, апрель скорее, февраль не будем даже затрагивать, стали такими ключевыми в разговоре о хранении овощей и фруктов. Мы много эфирного времени посвятили обсуждению проблем цен, которые сложились в связи с экономической ситуацией, неблагоприятной для российской экономики на определенном этапе. Потом мы начали говорить уже о стабилизации экономической системы, начали говорить о спекулянтах, которые, безусловно, всегда в такие моменты спорные для экономики появляются. И, конечно же, плодово-ягодный рынок тоже затронуло. Мы обсуждали какие-то космические цены на лук, на картофель, которые уже сейчас опускаются к здравомыслящему такому ценнику. И при этом никуда не делся ассортимент. Я захожу возле своего дома в маленькую овощную лавку и вижу несколько видов огурцов, несколько видов помидор, 4-5 видов яблок. Всегда. Не было и дня, когда я захожу и вижу пустые прилавки с хоть одним сортом яблок. Мне кажется, это и говорит о том, что рынок пока еще в порядке, в полном. А те, кто говорят о том, что у нас нестабильная какая-то ситуация. Но, друзья, маленький магазинчик возле вашего дома вам все это, собственно говоря, и опровергнет. Заходите туда, смотрите. Это и есть лучшее отображение реальной рыночной ситуации в стране на сегодня. Елена Алексеевна, для меня, как для человека, который сельским хозяйством интересуется непосредственно, всегда важно поговорить и о рентабельности того или иного сельскохозяйственного производства. Что касаемо садоводства. Есть ли какие-либо культуры, которые на взгляд специалистов, собственно говоря, самих сельхозтоваропродетелей уже сейчас и в потенциальном будущем будут вызывать повышенный спрос у наших с вами потребителей? Вообще рентабельно ли заниматься садоводством на Саварополе в 2022 году? Что касается экономики вообще производства плодовой и ягодной продукции, мы говорим, что, ну, в первую очередь, что это увеличение площади садов у нас как приоритет. Выстроена, это закладка. Сад начинает, вот сейчас как бы у нас преобладают вообще суперинтенсивные сады. Это на третий год. То есть три года мы сельхозтоваропроизводителям, государство, не мы, помогает, как бы возмещает затраты на закладку сада и уходные работы. То есть ухаживает, тут компенсирует. На третий год вступает в плодоношение. Естественно, суперинтенсивные сады – это урожайность не менее, если это выше выходит сад на производственную мощность, это урожайность не менее 50-80 тонн с гектара. Естественно, экономически, если как бы достаточно урожайность, объем получаемый с этого сада, реализация продукции – это как бы экономически целесообразно. И рентабельность данных садов у нас, мы проводили анализ, где-то 38 до 50 процентов может. Ну, если сад менее интенсивный, естественно, как бы рентабельность немножко ниже. Ну, это как бы экономически выгодно заниматься данным видом деятельности. Если бы не рентабельно было бы, никто бы этим не занимался. Ну, потому что мы знаем, да, что у нас в крае есть очень большие хозяйства, которые занимаются и яблоками, и вообще многообразием самых разных культур. Есть такие, да. И яблоки, и черешня, и есть такие хозяйства. Мне всегда казалось, что наиболее выгодное, вот в разговоре, да, о молодых садах, наиболее выгодное такое течение – это орехи. Вот почему-то у меня такое ощущение вокруг них. Елена Алексеевна, прав ли я вот с им дилетантским взглядом, смотря на рынок, что орехи в потенциале – это очень даже выгодное производство? Орехи выгодно, но тут как бы вступление в плодоношение орехового сада – это 7-10 лет. Поэтому за ним 10 лет надо ухаживать. Ну, естественно, цена орехового у нас на рынке не 10 рублей, а где-то… – 200 и пошел выше за 100 граммов, да? – Да, ну, до 1000-1500 за килограмм. – Как бы ореховодство у нас тоже есть. У нас 5 хозяйств занимаются орехами. Вот, высаживают молодые ореховые сады. Естественно, экономически целесообразно заниматься данным направлением. Ну, единственное, что вступление в плодоношение этого сада приходится ждать 10 лет. – Я думаю, да, орехам отдельную беседу посвятим. Тема меня реально очень интересует, и вот об этом готов говорить часами. Но, к сожалению, у нас актуальное интервью практически подошло к концу. Нам еще 3 или 4 минуты осталось провести в эфире своего ТВ. – Леонид Алексеевна, мы традиционно в завершении всех наших программ стараемся говорить о планах, которые в той или иной отрасли, экономике, сельского хозяйства ожидают нас до 2022 года. Что касаемо садоводства, что сейчас уже происходит в садах Ставрополя, какие ожидания от урожая на этот год и в целом планы по развитию отрасли? – Ну, в текущем году у нас планы по закладке на этот год 600 гектаров. Уже с осени мы часть заложили, весной сейчас заканчивается уже закладка многолетних насаждений. Уходные работы у нас, полторы тысячи гектаров, это нам надо провести уходные работы. Активно хозяйство сейчас ведут защитные мероприятия. В садах обрезка у нас уже прошла, продолжаются защитные мероприятия, уходные работы. В садах, ну, все как бы в плановом режиме. Единственное, что вот сейчас у нас осадки проходят, как бы сдерживают несколько темпы. Но ничего, я думаю, погода установится, и садоводы края продолжат проведение уходных работ в садоводстве. Надеемся на большой урожай, традиционный большой урожай ставропольских хозяйств в этом году. Будем надеяться, да. Елена Александровна, спасибо вам огромное за то, что нашли время и пришли сегодня к нам в студию. Спасибо большое. Я напомню о садах и садоводстве. В актуальном интервью мы беседовали с Леной Тамбовцевой, первым заместителем министра сельского хозяйства Ставрополья. Берегите себя и близких, покупайте Ставропольское и оставайтесь на своем. Субтитры создавал DimaTorzok